Джазовый фестиваль Баку, организованный с 2005 года, стал настоящей визитной карточкой города. Он проводится ежегодно осенью и привлекает мировых звезд джаза, а также многих молодых исполнителей. Программа фестиваля включает концерты, мастер-классы, творческие встречи и джеймсейшены, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и учиться у лучших. Открытие фестиваля привлекло многочисленных деятелей культуры и любителей джаза. Вечер начался концертом известного бразильского басиста Мунира Хосна. С приветственным словом к гостям обратились организатор и арт-директор мероприятия Раин Султанов, а также чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтанегро. Вместе с Хосном выступил женский бэнд «Элас». Мунир Хосн – звездный бразильский продюсер и композитор, чьи работы представлены в альбомах, номинированных на премию Грэмми. Особенность бакинского фестиваля заключается в его многообразии. Здесь можно услышать как традиционный джаз, так и фьюжн, авангард и этно-джаз. У нас есть музыканты, которые играют традиционную музыку. Абсолютно она не отличается, она абсолютно профессиональная, такая же профессиональная, как и в Европе и в Штатах. Но у нас есть своя особенность, это все знают, это известно в мире направление джаза с мугамом. Конечно, кто-то это может принимать, кто-то нет, но у нас есть синтез джаза и мугама, который очень любят. История бакинского джаза берет свое начало в первой половине 20 века. В 1930-х годах в Азербайджане, как и в многих других странах, знакомство с джазом началось благодаря граммпластинкам и радио. Популярность этого музыкального жанра достигла пика в 1960-е годы, когда азербайджанские музыканты начали создавать собственные произведения, вдохновленные традициями как западного джаза, так и азербайджанской народной музыки – мугама. Всегда привозят в пример Вагифа Мустафа Заде, и есть поколение музыкантов, которые играют под него, стараются копировать его, стараются играть, как он. Это хорошо, это неплохо. Может быть, это и есть тот бакинский джаз для бакинцев, может быть, для азербайджана, для азербайджанцев. Суть заключается в том, что представить во всём мире свою музыку, свою самобытную музыку, оригинал. На английском говорят «original music». Я так считаю, что надо играть свою музыку и не быть похожим ни на кого. Также бакинский фестиваль оказывает значительное влияние на молодых музыкантов. Джазовые мастер-классы и образовательные программы, проходящие в рамках мероприятия, дают возможность начинающим джазменам и исполнителям перенять опыт от мировых мастеров. Это делает фестиваль не только развлекательным, но и образовательным событием. В рамках этого джазового фестиваля я заняла второе место среди вокалистов. В этом году у нас появилась уникальная возможность свободно наслаждаться выступлениями зарубежных артистов. Это отличный шанс для нас. Мы вносим в джаз свой особый подход, используя синтезы элемента мугама, нашу национальную музыку. Это придаёт бакинскому джазу уникальность, которой нет в других странах, и мы таким образом вносим свой вклад в мировую культуру. Джаз в Баку развивается, и такие мероприятия, а также мастер-классы и уроки зарубежных и азербайджанских преподавателей способствовали этому прогрессу. Мы продолжаем двигаться вперёд, развивая своё направление. С момента основания бакинский джаз-фестиваль зарекомендовал себя как одной из ведущих культурных событий азербайджанской столицы. Уже в 2006 году он был включён в список крупнейших джазовых фестивалей мира. А с 2017 года стал участником Europe Jazz Network. С 2018 года бакинский джазовый фестиваль также участвует в праздновании Международного дня джаза ЮНЕСКО, что ещё больше укрепило международное признание фестиваля.